Вяжем красивый поясок рюшей на мамочкином канале. Этот поясок я решила связать, чтобы освежить платье моей младшей дочки. Я надеюсь, что идея вам пригодится или в качестве поясочка, или в качестве украшения какой-нибудь другой вязаной вещи. В принципе, этот поясочек можно вязать из любой пряжи, но мне показалось, что из мягкой и не тоненькой пряжи он смотрится симпатичнее. Информирую те, кто еще не в курсе о том, что наш дружественный интернет-магазин Кудель Кудель.ру предоставляет 15% скидку подписчикам мамочкиного канала. Кому интересно, спрашивайте в комментариях, я объясню, как ее получить. Итак, приступаем к вязанию поясочка. Этот поясочек будет у нас связан в два этапа. На первом этапе мы свяжем вот такую тесемочку, а на втором этапе будем уже ее обвязывать и делать ее более рюшистой. Вяжем тесемочку. Набираем 9 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Делаем накид. Столбик с накидом вяжем в шестую петлю от крючка. Дальше 2 воздушные петельки и столбик с накидом, пропустив 2 воздушные, получается в самую первую петельку. Получилась вот такая картина. Теперь 5 воздушных, всегда в начале ряда теперь будем вязать 5 воздушных. Поворачиваем вязание и у нас есть квадратик посередине и ушко сбоку. Делаем ушко с этого боку. Столбик с накидом вяжем над столбиком с накидом. Сделали ушко с правого боку. 2 воздушных, столбик с накидом над столбиком с накидом. Связали квадратик такой же посередине. Все, вяжем ушко с этого боку. То есть начинаем новый ряд с 5 воздушных. Поворачиваем вязание и опять столбик с накидом над столбиком с накидом. 2 воздушных, квадратик довязываем. Столбик с накидом над столбиком с накидом. Как вы видите, этот ряд очень простой. Проверяйте, что посередине всегда идут вот эти квадратики одинаковые. А с боков чередуют сторону ушки. И вяжем такой длины, как нам нужно. Хотите ли вы просто этот поясок вокруг чего-то замкнуть и сшить? Или вы хотите, чтобы висели кончики этого поясочка? В ненатянутом виде я измерила свою эту полосочку. Получилось 84 сантиметра. Но итоговый вариант у меня получился аж 95 сантиметров в ненатянутом виде. И потом мне пришлось обрезать хвостик ненужный. И этот смертельный номер по обрезанию этого хвостика я покажу в конце видео. Поехали дальше. Теперь вяжем следующий этап. То есть я закончила вязать этот ряд столбиком с накидом. Дальше бы я обычно набирала 5 воздушных для вязания следующего ряда. Но я этого делать уже не буду. Будем обвязывать в обратном направлении нашу конструкцию. Одна воздушная. Поворачиваем вязание. Теперь над столбиком с накидом вяжем столбик без накида. Это просто такое начало. Дальше будем всегда делать одно и то же. Над вот этими палочками вязать всегда будем столбик без накида, три воздушные и туда же столбик без накида. Дальше обвязываем ушко. Начинаем обвязывать ушко с двух воздушных. И дальше вяжем два столбика с накидом. Две воздушные, столбик без накида. То есть идем на понижение. Теперь опять на повышение. Две воздушные и опять два столбика с накидом. Три вот таких лепесточка у нас будет. Опять на понижение после второго лепесточка. Теперь опять на повышение для вязания третьего лепесточка. Два столбика с накидом. Закончили вязание лепесточка. Начинали мы с двух воздушных. И заканчиваем мы двумя воздушными. Ушко одно обвязали. Теперь у нас есть следующая палочка вот в этих квадратиках, над которой мы должны провязать. Над этой только связано, над этой еще нет. Вяжем над этой. То есть на основании этой перегородки сейчас будем вязать. Берем так, как нам удобно. Вяжем на основании столбик без накида. Три воздушных. Всегда на перегородке у нас такая комбинация. Столбик, три воздушных и туда же столбик без накида. Вот получилось как. Перешли как бы к другому лепесточку. Вот там связали, перегородку связали. Теперь вот этот лепесточек вяжем. Как нам удобно брать, так и берем. Вот. Получается как бы лицевая сторона сверху, а мы немножко поворачиваем, чтобы по изнанке сейчас получается будем вязать. Так, после столбика без накида у нас идет две воздушных всегда. Поднимаемся, чтобы делать лепесточки этой дуги. Два столбика с накидом. Две воздушных. Опускаемся столбик без накида. Две воздушных для подъема. Еще два столбика с накидом. Второй лепесточек. Две воздушных на понижение столбик без накида. Две воздушных для третьего лепесточка. Два столбика с накидом. Связали трехлистник этой дуги. И всегда в конце и в начале у нас две воздушных на понижение идем. Так, теперь смотрим. Лицевая сторона это та сторона, где у нас торчит наша рюша. С изнанки вот так выглядит все плоско. Всегда смотрим, чтобы мы вязали так, чтобы рюша вязалась на лицевую сторону торчащей. Итак, обвязали этот лепесток, прошлись по этой перегородке, обвязали этот лепесток. Если вы можете заметить, здесь у нас по лицу шло вязание, столбики лицевой стороной к нам расположены. Здесь уже они изнанкой к нам, потому что мы вязали вот так. Нам удобно, как было по ходу вязания. Теперь мы опустили и получилось изнанкой вверх. Теперь мы должны вот по этой перекладинке связать нашу конструкцию столбик, три воздушных столбик. Так и делаем. Вот так вот держали. По ходу вязания удобно вот так уже взять. Беру следующую перекладинку, две воздушные всегда, после обвязывания дуги, и опять вяжем на этой перекладинке столбик без накида, три воздушных столбик без накида. Так, связала перекладинку, дальше у нас идет после перекладинки следующее ушко, наверху. Его обвязываем точно так же, как верхнее ушко здесь уже обвязывали. После столбика без накида у нас всегда две воздушных перед обвязыванием ушка и начинаем обвязывать. Точно так же, как верхнее ушко здесь уже обвязывали. И две воздушные на понижение, как всегда, только столбик без накида уже провязывается на следующей перекладинке. Удобнее нам взять вот так получается по ходу вязания. и вяжем столбик без накида, три воздушных столбик без накида. Перешли таким образом к нижней дуге. Нижнюю дугу опять по ходу вязания нам как удобно, так и берем и будем вязать как бы уже по изнанке, потому что так удобнее взять. Две воздушные перед дугой и пошли вязать нашу комбинацию. Потом вот на этой перекладинке переходим к этой дуге, на этой перекладинке к этой дуге и вот таким образом обвязываем всю нашу конструкцию. И вот такая история получится. Когда вы отойдете от видео и начнете свободное плавание вязания этого поясочка, то обращайте внимание, чтобы перекладинка была обвязана с лицевой стороны. То есть вот, например, я сейчас обвязала низ, нижнюю дугу. Вот я ее обвязала и я могу вот так в перекладинке начать вязать. Но это у меня изнанка. Я не должна по изнанке вязать. Я должна повернуть на лицевую сторону и по лицевой должна вязать. А по лицевой мне удобнее взять вот так и вязать. По-другому никак. То есть вот на это обращайте внимание. Довязывайте до конца. В конце ряда я покажу. Вот я обвязала верхнее ушко. Две воздушные, как обычно, связали. И теперь на этой перегородке, в принципе, тоже, как обычно, делаем столбик. Три воздушные. И столбик можно провязать вот сюда, в самое начало. Вот, в принципе, и все. Это так заканчивать, если вы не собираетесь сшивать. А если вы все-таки решаете это все пришить, соединить как бы в кольцо, то вы довязываете таким образом, чтобы у вас совпало начало и конец на лицевую сторону. Поворачиваем здесь и здесь. Вот здесь у меня получается нижнее ушко обвязано, а здесь в начале начинается с верхнего. И вот таким образом пришить вот это наше ненужное здесь уже ушко вот к началу, вот к первому квадратику и к первому ушку. Вот таким образом. И узор совпадет. А сейчас смертельный номер, как говорится. Вот эта рюша, которую я связала, оказалась дочке велика. Вот я сцепила, вот так у нее вокруг грудной клетки, так я продела в дырочку одну сторону полоски, сквозь другую. И вот хочу, чтобы здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть штучек таких висело. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вот это примерно мне бы хотелось убрать. А как это убрать? Распускаю до того момента, пока мне не понравится длина. Этот ряд с обвязкой. Вот так вот распущу даже верхнюю дугу, чтобы мне тут ничего не мешало. Потом надвяжу ее, когда все обрежу. И вот этот кусок я хочу отрезать. Все это делаю я на видео, чтобы вы не боялись резать, если вдруг у вас длинная тоже эта полосочка окажется и не рассчитаете. Итак, хочу я потом, чтобы у меня вот эта вот следующая перекладинка была последняя. То есть мне надо до этого чикнуть. Ну, получается, две лишних перекладинки, как бы я оставлю. Одну, на которой хочу остановиться, и одну лишнюю. И вот так режем. Теперь осталось распустить то, что нам не надо. Для этого тут потребуется иголочка, потому что с другой стороны мы распускаем, и здесь будет запутываться. Лишние ниточки снимаем. И вот здесь распускаться-то оно не будет, если вы принудительно не будете это распускать. То есть просто смотрим, откуда выходит ниточка, которую мы должны сейчас дернуть. И ее вытаскиваем. Нам главное распустить до того момента, чтобы остался вот этот столбик и этот столбик с накидом. Пусть они ни на чем не основываются. Главное не затянуть основание этих столбиков. Вот. Высвободила я один столбик. У него есть вот эти вот основания. можно даже в основание маркер вставить того столбика, который мы уже распустили. Так. Вот у меня лицевая. Ну, в принципе, пока не важно. И вот тут теперь распускаем. Смотрим, какая ниточка у нас двигается. То, в принципе, и тянем тогда. Так. Вот сейчас я как раз высвобождаю основание и второго столбика. Вот. Из второго столбика как раз вытягиваю. Вот основание второго столбика с накидом. Так. Вот. Это два столбика, которые вот так идут. Квадратик наш создают. Между ними у нас две воздушные. И теперь нужно вот по ходу вязания. Так. Здесь у меня идет второй ряд уже, который сверху. А здесь мне нужно первый довязать. Раз, два, три, четыре, пять воздушных. До этих пяти воздушных я тут распускаю. И тут она вот так замкнется. Видите, раньше мы начали чуть-чуть распускать, чтобы у нас ниточка была. Чтобы мы с этой ниточкой теперь связали и ушко, вот это, и перекладинку. То есть, смотрите, снимаю я одну, один маркер с основания. И вот таким образом вставляю крючочек и просто вытягиваю оттуда ниточку и сюда. Вот, получилось у меня и верхнее ушко и за основание этого столбика я зацепила, поэтому распускаться больше не будет. Две воздушные у нас между вот этими двумя столбиками и здесь тоже получается в основании крючочек вставляю и просто петельку вытаскиваю, как соединительную петельку такую сделать и можно одну воздушную затянуть это будет хвостик. Вот и все. То есть, окончание такое и получилось, как обычно. Здесь у меня второй ряд вязался, сейчас я довязываю по верхней дуге и заканчиваю ряд, как я уже показывала. И все. И у меня будет такого размера хвостики, какого мне надо. Надеюсь, вам пригодится эта полосочка где-нибудь в качестве поясочка или какого-нибудь другого украшения. На экране вы видите другие предложения от мамочкиного канала. Возможно, вас что-то заинтересует. Спасибо за внимание. Оставайтесь с мамочкиным каналом. Пока!